Плёсская земля таит себе много интересного. Об этом не понаслышке знают археологи. Кто бы мог подумать, что за этими дверями ведутся самые настоящие раскопки. Урожай на этом огороде весьма необычный. Многочисленные керамические черепки, серебряные монеты, перстни и грузилы для сетей разных форм и размеров. Самые древние находки относятся к XII-началу XIII века. У нас уже есть сейчас и материалы до монгольского времени, как то браслеты, бусины, костяные изделия, фрагменты керамики этого времени. Есть и поздние. То есть это монеты, которые являются хорошей датирующей находкой. Это екатерининские, павловские монеты и монеты XIX века. На этом месте на Никольской улице в скором времени начнется строительство дома. Экспертиза показала, что данный участок перспективен для исследований. Находки тому подтверждение. Предположительно, поселение на берегу Шоханки возникло еще в XII веке. Поселение было достаточно крупное, функционировало длительное время. И здесь пока, как нам кажется, был некоторый перерыв. Вероятно, это поселение прекратило свое существование после Ордынского нашествия в 1238 году, когда Плёс был разгромлен монголо-татарским войском. И возникает здесь уже, наверное, не позднее XVII века. То есть это вот такие предварительные данные. Раскопки производят студенты ИГХТУ в специальности культурология. Многие из них впервые принимают участие в подобных экспедициях. Мы мечтаем, конечно, найти что-нибудь супердревнее, украшение какие-нибудь, бусинку мы все грезем найти, стеклянную, красивую. Вот, я нашла крестик, ну, начала откапывать кувшинчик, там стенка кувшинчика, а когда подняли стенку, там оказался крестик. Правда, я лично не поняла, серебряный он или нет, сказали, что, скорее всего, медный крестик. Площадь этого раскопа невелика – 108 квадратных метров. Да и глубина залегания важных свидетельств прошлого – чуть более полуметра. Работают очень тщательно и осторожно. Любые мелкие, крупные находки очень легко повредить в земле. Поэтому, например, ребята сейчас работают методом горизонтальных зачисток. Они тонким слоем снимают землю, чтобы увидеть, какие обнажаются пятна, ямы, конструкции, как, например, вот этот деревянный кол, либо остатки фундаментов кирпичных. Какие-то более мелкие объекты, как, например, вот эти, мы очищаем с помощью кисточек, ножей, совочков, чтобы показать весь их облик, который дошел до нас, сохранился, чтобы показать их структуру. Самой неожиданной находкой, которую этим летом археологи сделали в Плёсе, стало кладбище, предположительно относящееся к XII веку. Сделать такое открытие сотрудники Ивановской археологической экспедиции даже не предполагали. На участке, на Варваринской улице было обнаружено кладбище до монгольского периода. Прекрасной сохранности просто из-за обводненности грунта. Поэтому мы можем сейчас достаточно много добыть оттуда информации, реконструкции гроба, погребальности. Было очень неожиданно, потому что никто не думал, что там в жилой застройке будет кладбище. Мы пока не можем определить, к какой именно церкви она относилась. Археологам предстоит обработать все находки, тщательным образом их исследовать и сделать научный отчет о проведенной работе. Все артефакты, обнаруженные на плеских грядках, будут переданы на постоянное хранение в местный музей-заповедник.